Чао-чао. Я повернулась спиной к Castello Sforcesco и Parco Sempione. Сейчас я вам покажу. Вот там вот у нас Castello Sforcesco, там вот Parco Sempione. И я развернулась со 180 градусов для того, чтобы рассказать вам о другой обстановке, более такой природной. Про глаголы третьего споряжения, которые заканчиваются на "-ire", относятся ко второй категории. Что это означает? Посмотрите, здесь написано "-ire", и окончание "-isca". Дело в том, что третье споряжение в итальянском языке, оно не очень простое. Глаголы на "-are", мы рассмотрели, глаголы на "-er", мы рассмотрели, и на "-ire", мы рассмотрели. Такие глаголы, как квартиры, уезжать, либо уфриры, предлагать, угощать кому-то чем-то. И глаголы на "-ire", на самом деле, делятся на две подгруппы. На подгруппу, которая просто добавляем окончание "-o", и "-e", "-iamo", "-ite", "-iono". И тем, которым добавляется еще суффикс "-isca". "- Isca", добавляется не ко всем лицам, он в "-no", "-voi", не добавляется. И сейчас мы посмотрим на эти глаголы. Может быть, очень сложно я рассказываю, но вот такое отклонение есть у некоторых глаголов, которые заканчиваются на "-ire". Эти глаголы никак по-другому, ну, их не опознать. Нужно просто заучивать, что вот эти глаголы, они такие-то, да, их нужно изменить подобным образом. Но я вас уверяю, что со временем, если вы не забросите итальянский, будете идти с ним дальше, то для вас это будет очень понятно, естественно, тем более, если вы открываете любой словарь, то там будет написано с "-isca", эти глаголы, либо без "-isca". Давайте рассмотрим. Первый глагол, который я взяла, это глагол "-finire". "-finire", "-заканчивать". Очень похожий глагол, да, в английском языке есть "-finish", "-заканчивать", "-finire". Мы смотрим на этот глагол, он заканчивается на "-ire". "-ire", вы убираете, остается основа "-finne". Например, "-fin", 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 мы переписали шесть раз. "-formi no", "-voi", как я уже говорила, "-isca", "-не будет", там добавляются обычные окончания для третьего спряжения. "-finiamo", "-finite", "-finite", "-вы заканчиваете". В форме "-я", "-ты", "-он", "-я", "-не добавляется "-isca". Что это нам дает? Нам дает, что "-finire", в форме "-я", "-finisco", "-я заканчиваю". "-io finisco il mio lavoro", "-я заканчиваю свою работу". В форме "-ты", форма будет "-finish", благодаря суффиксу "-isca", благодаря тому, что окончание "-i", "-isci", плюс "-i", дает нам звук "-ш", мы говорим "-finish". "-quando finisci oggi", "-ic". "-когда ты заканчиваешь сегодня", "-finisce", "-on заканчивает". "-marco finisci di lavorare alle sette", "-marco zaccančивает muchísimo работать i7", "-mMa è finiamo", "-isca nichtu". "-nue finiamo", "-bridge", "-pressto", "-mИ заканчиваем rana". "-røgazzi eku ora finite", �queok地, кругати, "-рăgà LSF Ollie", "-b trimisci di lavorare alle sette", "- brokers para trials", "-for marine mensen!". Итак, io finisco, tu finisci, lulei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. И второй глагол, который я взяла к суффиксу с иском, к суффиксу иску, это глагол preferire. Preferire, предпочитать. Давайте посмотрим, как выменяется он. Preferisco, я предпочитаю. Io preferisco. Io preferisco un caffè. Я предпочту кофе. Preferisci, ты предпочитаешь. Кosa preferisci? Те у кафе. Что ты предпочитаешь? Кофе или чай. Marco preferisci un caffè. Марко предпочитает кофе. Лагол preferire, в форме он preferisce. Noi preferiamo, мы предпочитаем. Voi preferite, вы предпочитаете. И loro preferiscono, они предпочитают. Итак, preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono. Меняется не только ударение, но меняется также и этот суффикс. Он появляется в первых трёх лицах, в форме но его он исчезает и в форме лору появляется опять. Это глагол preferire, предпочитать. Ещё два глагола, которые я взяла с иском. Это глагол unire, unire, объединять. Unire. Например, unisco tuti, либо unisco tuto. Unisco tuti, я всех объединяю. Unisco tuto, я объединяю. Всё. Unishi, ты объединяешь. Unische, он, она, либо вы, вежливая форма, объединяет. Uniamo, мы объединяем. Unite, вы объединяете. И unisco, но они объединяют. Это глагол unire. Здесь, как в глаголе amare, у нас основа состоит из двух букв. И окончание больше, чем основа. Ну, это нормально. И второй глагол, это copire. Copire очень нужный глагол. Давайте я распрягаю сначала его. Io capisco, tu capisci, luliai capisce, noi capiamo, voi capite, il loro capiscono. Давайте я прочитаю вам примеры, которые у меня есть. Capisco tuto, я понимаю всё. Capisco tuto. Да, если вы хотите сказать, да, я всё понимаю, sí, capisco tuto. Да, я всё понимаю. Capisci quando parlo? Ты понимаешь, как я говорю? Capisci quando parlo? Дальше. Lui non capisce niente. Он не понимает ничего. Lui non capisce niente. Он не понимает ничего. Noi capiamo italiano. Мы понимаем итальянский. Noi capiamo italiano. Capite quando parlo? Вы понимаете, когда я говорю? И ragazzi capisco на tutto. Ребята понимают всё. Это примеры с глаголом copire. Это глаголы на ire. И в следующем видео я вам расскажу обобщающее видео про третье спряжение с глаголами, которые заканчиваются с иском и без иском. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!